Всем привет, друзья! Саня здесь. И в этом видео вы узнаете, как правильно укреплять колени. Погнали! Необходимо заботиться о крепости и здоровье своих коленных суставов, чтобы ваша подвижность не уменьшалась с возрастом. Мы часто воспринимаем здоровые колени как данность и не замечаем надвигающихся проблем до тех пор, пока повседневные дела, например, поднятие тяжести или спуск вниз, не становятся болезненными. Попробуйте следовать рекомендованным мною советам для укрепления коленей, чтобы оставаться активным как можно дольше. Начнем мы с предостережений. Будьте осторожны при выполнении прыжков. Прыжки, например, со скакалкой, помогают укрепить мышцы ног, однако при их неправильном выполнении можно повредить колено. Если вы все же решили выполнить подобные упражнения, научитесь делать это правильно. При приземлении на прямые ноги коленные суставы испытывают высокое давление, что может привести к травме. Чтобы предотвратить травму, приземляйтесь на полусогнутые ноги и держите голени вертикально. Если не держать голени вертикально при приземлении, можно получить травму. Какое же должно быть питание? Добавьте в свой рацион противовоспалительные продукты. Суставы становятся слабыми и болезненными, когда воспалены. Поэтому включите в свою диету продукты, известные полезным действиям, чтобы сохранить колени сильными. Считается, что противовоспалительными действиями обладают рыба, семена льна, оливковое масло, авокадо, свежие овощи и фрукты. Убедитесь, что вы потребляете достаточное количество витамина Е. Этот витамин препятствует образованию ферментов, которые разрушают хрящевую ткань суставов. Отличным источником витамина Е являются шпинат, брокколи, арахис, манго и киви. Ешьте больше кальция. Здоровье костей также важно для силы коленей, поэтому уделите внимание профилактике остеопороза. Коровье и козье молоко, йогурт, сыр являются хорошими источниками кальция. Полезны также зеленые листевые овощи. Я сам употребляю много данных продуктов, поэтому могу их советовать и вам. Правильная тренировка для укрепления коленей. Четырехглавые, подколенные и ягодичные мышцы выполняют роль стабилизаторов коленных суставов. Необходимо поддерживать эти мышцы в хорошей форме, чтобы укрепить здоровье коленей и защитить их от травм. Тренируйте эти мышцы, чтобы повысить устойчивость. Теперь мы перейдем к тем упражнениям, которые я делаю для укрепления и советую делать вам. Добавьте их в свои тренировки, и вы почувствуете, как колени становятся сильнее. Прежде чем приступить к тренировкам, потратьте немного времени на растяжку и разогрев. Это важно, и не стоит упускать этот элемент, если вы хотите сохранить свои суставы и связки здоровыми. Также для разминки и заминки я использую резину. В период карантина она меня очень сильно выручает. С ее помощью можно усложнять некоторые упражнения. Перед силовым тренингом или баскетбольной тренировкой я использую этот инвентарь, чтобы подготовить связки к большим нагрузкам. Основные два упражнения, которые я делаю с ней, вы видите у себя на экранах. Это жим ногой поочередно меняя сторону и гудмонинг или доброе утро. Все упражнения с резиной я делаю по 15 раз в двух подходах. Обязательно укрепляйте подколенные сухожилия и мышцы, которые расположены на задней стороне бедер. Ежедневно выполняйте растяжки для этих мышц и тренируйте их не менее двух раз в неделю. Это поможет снять боль в колене и увеличить подвижность. Делайте растяжку на каждую мышцу ноги, ничего не пропуская, начиная с самого низа, постепенно подымаясь вверх. Начинайте, допустим, с икр, плавно подымаясь на квадрицепс и бицепс бедра, потом ягодицы и спину. Выполняйте выпады для прокачки квадрицепсов. Встаньте прямо и сделайте большой шаг вперед левой ногой и опустите тело вниз, до тех пор, пока ваша левая нога не согнется под прямым углом. При этом правое колено будет опускаться, пока почти не коснется пола. Повторите это упражнение на 8-12 раз, затем поменяйте ногу. Важным условием является то, что вы должны сохранить угол в коленях 90 градусов. Дальше у нас идут приседания. Колени в стороны, носки ног смотрят туда же, куда и колени. Лично я всегда приседал либо до параллели с полом, либо ниже, потому что так я лучше прорабатываю мышцы ног. Если вы хотите укрепить колени, приседания без веса или с небольшим весом отлично вам подойдут. Обязательным условием есть то, чтобы колени не выходили за носки и не сводились внутрь. Следующим упражнением есть нордик. С недавних пор одно из моих самых любимых упражнений. Перед выполнением обязательно разместите что-то мягкое под колени. Если вы занимаетесь дома, это может быть подушка или кофта, как у меня. Ну, не обязательно кофта, как у меня. Можете использовать свою кофту любую, это уже на ваше усмотрение. Встаньте на коленях на пол. На вдохе опуститесь вниз. Когда тело приблизится к полу, упритесь руками. На выдохе оттолкнитесь руками, помогая бицепсом бедра подняться. Акцент на медленное опускание тела вниз. Попробуйте сделать это упражнение, и вы увидите, что ваш собственный вес для вас будет неподъемным. Это сложное, но очень эффективное упражнение. У вас, скорее всего, уйдет много времени на освоение этого движения, но результат того стоит. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 повторений. Подъем корпуса вперед, стоя на коленях. Встаньте на колени, подложите что-то мягкое под них. Колени смотрят немного в стороны. Опускаемся плавно, до тех пор, пока позволяет растяжка. В самом начале, если вы это упражнение еще ни разу не делали, берите небольшой угол, постепенно увеличивая его. Ни в коем случае не допускайте болевых ощущений. Стараемся держать спину ровно, и сохранять прямую линию от коленей и до макушки. Упражнение «Стульчик». Обопритесь спиной на стену и начинайте приседать до параллели с полом, сохраняя прямой угол в коленях, а также между спиной и бедрами. Руки держите свободно или вытяните перед собой. Спина прямая и расслабленная. Нагрузка приходится на низ тела, бедра, голени, ягодицы и нижнюю часть пресса. Сохраняйте положение полминуты, стараясь с каждым разом увеличить время. Следующим упражнением есть «Стульчик с поднятой ногой». В усложненном варианте статического приседа у стены, необходимо выпрямить одну ногу, оставаясь в классическом положении «Стульчика». Прижмите спину к стене и сделайте присед до параллели с полом, сгибая колени под прямым углом. Затем вытяните вперед одну ногу, стараясь держать ее ровно, как показано на видео. Зафиксируйте положение на одну секунду, затем повторите на другую ногу. Заминку я делаю, используя те же упражнения, что и при разминке. Только если разминаюсь, используя 10 секунд на каждую позу, на ту же позу в заминке у меня уходит не меньше 30 секунд, а то и больше, в зависимости от того, нужно ли по ощущениям потянуть мышцу больше. Только еще добавляю это чудесное упражнение, которое показано в видео, после использования которого я перестал чувствовать любой дискомфорт в коленях. Мы становимся в выпад, обязательно подкладываем что-нибудь мягкое под колено и тянем квадрицепс. Попробуйте и вы выполнить его, вам понравится. Попробуйте заниматься восстанавливающими упражнениями, которые повышают тонус мышц всего тела. Если у вас слабые мышцы ног, это отрицательно скажется и на состоянии коленей. Упражнения йоги сопровождаются невысокими нагрузками и повышают тонус мышц ног. Плавание также представляет собой прекрасный и безопасный способ укрепить ноги и колени и повысить их гибкость. Ходьба и езда на велосипеде поддерживает ноги в тонусе и позволяет подготовить их к более серьезным нагрузкам. Йоу, ты досмотрел видео до конца, огромное спасибо тебе за это. Не забудь еще поставить лайк, написать коммент и подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Надеюсь, ты из этого видео узнал много новой и ценной информации для себя. Но, как говорили братья, хочешь? Это всего лишь советы. Что, мать твою, хочешь? То и делай.